Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Трамп сообщил Орбану о поддержке его мирной инициативы по Украине. Венгерский премьер Орбан продолжил свою миротворческую миссию, несмотря на ее активную критику со стороны подконтрольной Байдену Еврокомиссии. Вчера глава венгерского правительства покинул саммит НАТО на Вашингтоне и слетал в жаркую Флориду для того, чтобы ознакомить Трампа со своей мирной инициативой. Экс-президент США в своей соцсети Трампсошал сообщил, что он с удовольствием принял Орбана в своей резиденции в Мар-Лага. По итогам состоявшейся встречи пресс-секретарь Орбана сообщил новостному агентству Рейтерс о том, что у венгерского премьера появилась хорошая новость по Украине. Позднее Трамп в своей соцсети написал слова благодарности Орбану, отметив, что мир должен наступить как можно скорее. До этого Трамп неоднократно заявлял о том, что он намеревается завершить украинский конфликт за 24 часа с помощью двух ультиматумов. Первый он выдвинет Зеленскому, а второй озвучит Путину. По данным газеты Вашингтон-Пост, Трамп заставит Зеленского и инициировать новые мирные переговоры с Путиным, обязав главу киевского режима пойти на некоторые территориальные уступки. При этом российского президента Трамп планирует склонить к принятию предложений Зеленского угрозой увеличения в будущем объемов военной поддержки Украины странами НАТО. Британские журналисты из Рейтерс напомнили, что в ходе недавних теледебатов Трампа обещал американским избирателям завершить украинский конфликт еще до принятия собственной присяги, то есть до 20 января 2025 года. По словам Трампа, сделать это позволит его обещание Зеленскому прекратить передачу Украине денег и оружия. Российский президент комитет указанное заявление отметил, что Москва посмотрит, какие конкретные шаги предпримет новая американская администрация. Пока говорить о смене американского курса по Украине преждевременно.